Грандиозное событие в сфере науки. В Сочи стартовал форум молодых ученых, передовые разработки в сфере науки и технологий, выставки и конференции, общение с профессионалами научного сообщества, три дня насыщенной программы. Наша съемочная группа также находится на конгрессе, на прямой связи Айше Шулакова. Селям аликам, Софие. Да, мы находимся сейчас в городе Сочи. Здесь стартовал конгресс молодых ученых. Сегодня первый день. В целом конгресс приурочен к окончанию года науки и технологий. Здесь собрались представители различных регионов. Это молодые, успешные ученые. Они приехали поделиться своими разработками с коллегами, а также с профессионалами в этой сфере. Здесь представлены разработки. Например, вот этого робота зовут Алекс. Он наш коллега, корреспондент. Вы посмотрите, насколько он реалистичен. Он общается. Посмотрите, сами можете убедиться. Алекс, здравствуйте. Ну почему-то он сегодня немногословен. Это удивительно для человека нашей профессии. Здесь также представлены вот такие вот уникальные разработки тоже в роботосфере. Сейчас я вам расскажу подробнее об этой установке. Это роботизированный помощник для лаборатории. Ну а подробнее об этом изобретении нам расскажет Анна Никитина, аспирант Санкт-Петербургского университета. Анна, здравствуйте. Анна, мы знаем, что вы проделали такой долгий путь, чтобы представить вашу уникальную разработку. Расскажите, что это за установка? Мы вообще представляем университет ИТМО, город Санкт-Петербург. И в рамках междисциплинарного проекта мы объединили химию и робототехнику. То есть мы синтезируем новый материал на основе графеноксида и полиэтиленамина. Это мембранный компонент для фильтрации воды. И вообще, как большая идея, это воспроизведение функций клеточной мембраны. Собственно, сейчас промышленный манипулятор может выполнять те же действия, что делаю я в лаборатории, только быстрее, 24 часа в сутки. Вот, в этом его преимущество. Вы впервые принимаете участие в этом конгрессе? Да, впервые в этом году нас позвали в рамках территории инновации представить наш проект. Какие надежды? Надежды довести его до конца и нам интересно опубликовать. То есть фундаментальные исследования провести, рассказать об этом научной сообществе. И, возможно, коммерциализировать нашу установку. Как Вы считаете, есть ли возможность на подобных мероприятиях реализовать Ваши разработки? Конечно, есть. Мы рассказываем всем и приглашаем всех посмотреть на нашу установку. И готовы со всеми сотрудничать. Спасибо большое, Анна. Спасибо Вам. Я хочу Вам напомнить, что мы находимся сегодня в Сочи. Здесь проходит Конгресс молодых ученых. Кстати, сегодня с молодыми учеными приедет пообщаться и наш президент Владимир Путин. Ну, а более подробную информацию мы расскажем Вам в следующих выпусках. Студия.